Илон Маск подвергся самой масштабной кампании по отмене за свою жизнь. И всё из-за того поста, где левы неожиданно разглядели антисемитизм. А теперь испытание ракеты SpaceX, которая должна отправить астронавтов на Луну после 2024 года, закончилось провалом. Беспилотный космический корабль SpaceX, старший, разработанный для доставки астронавтов на Луну из-за её предела, потерпел неудачу через несколько минут после старта в субботу, 18 ноября, во время второго испытания, после того, как его первая попытка тоже закончилась провалом. Двуступенчатый ракетный корабль стартовал с космодрома Starbase, компании, принадлежащей Илону Маску, недалеко от Бога Чико в Техасе, подняв космический корабль, старшим примерно 55 миль 90 км над Землей во время запланированного 90-минутного полёта в космос. Но ракета-носитель первой ступени Super Heavy, хотя она, похоже, и выполнила решающий манёвр для отделения от основной ступени звездолёта, взорвалась над Мексиканским заливом вскоре после отделения, как показала веб-трансляция SpaceX. Тем временем основная ракета-носитель старше полетела дальше в космос, но через несколько минут радиовещательная компания сообщила, что Центр управления миссией SpaceX внезапно потерял связь с кораблём. Предполагалось, что запуск беспилотного космического корабля SpaceX не удался после потери контакта с беспилотным космическим кораблём. Владелец SpaceX Илон Маск пообещал подать ещё кое-что судебный иск против либеральной организации под надзору за СМИ. Маск объявил своей социальной сети X, которая ранее известна как Твиттер, что он подаст к термоядерный иск против Media Matters for Americans за то, что он назвал мошеннической атакой на его компанию. Компания против Маска заведует Media Matters близкой демпартией структура. Она связывается с корпорациями, показывает их рекламу, ведущую связки с радикальными твиттерами вроде пропаганды нацизма, и требует отказываться от закупки рекламы в X. На поводу у Media Matters уже пошли многие Apple, IBM, Disney, Warner Bros. и другие компании. При этом ещё до начала рекламной кампании дела у X шли не лучшим образом. С момента покупки соцсети Маском она потеряла больше 60% денежных поступлений от рекламодателей. Правда, крупный бизнес стал постепенно возвращаться в X. Соцсеть даже планировала выйти в плюс в следующем году. Но в этот момент ей вновь подрезали крылья. На X приостановили рекламу на платформе по негласному указанию демпартии, которая регулирует финансовые рекламные потоки таким образом, осуществляя цензурирование везде, где только можно. Маск заявил, что наблюдательный орган полностью исказил реальный опыт X и создал посты, чтобы дезинформировать рекламодателей и подорвать свободу слова. Компания Media Matters пока официально не комментировала ситуацию. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс в пятницу осудил поддержку того, что он назвал отвратительной, в теории антисемитского заговора обвинил Маска в отвратительной пропаганде российской ненависти, которая противоречит всем ценностям американцев. Вряд ли Маск удастся отбиться от уголовных дел, пока не смеется администрация в Вашингтоне. На это Маск и рассчитывает. Остается надеяться, ведь демократы хотят лишь видеть его за решеткой, а бизнес национализированный.